Когда находишься в состоянии войны, неважно, горячей, холодной, экономической или гибридной, большое значение имеет не только твой собственный потенциал и готовность отстаивать свою правоту до конца, но и надежность союзников. Особенно если таковые претендуют на определенный протекторат с твоей стороны. И руководству России стоило бы повнимательнее присмотреться к некоторым нашим ближайшим партнерам. Мы даже подскажем, куда смотреть. Как известно, два дня тому назад президент Казахстана Касым Жамарт Ттакаев, выразив обеспокоенность по поводу энергетической нестабильности в мире, предложил Евросоюзу воспользоваться углеводородным потенциалом возглавляемой им страны, а также пригласил европейские страны к сотрудничеству по созданию новых трансконтинентальных транспортных коридоров. Самому Казахстану он отвел роль буферного рынка между Западом и Востоком. Стоит отметить, что на сегодняшний день казахстанские нефтяники добывают около 1,7 миллиона баррелей углеводородного сырья в сутки. Причем на экспорт уходит 89% этого объема. И готовы уже в ближайшее время существенно нарастить добычу, как только сверху поступит соответствующее распоряжение. Получается, что Такаев по факту пытается воспользоваться сложной ситуацией в Российской Федерации и помочь ЕС, нивелируя своим предложением энергетические рычаги влияния Москвы на Европу. Но если эту инициативу казахстанского руководителя еще можно было бы как-то оправдать с экономической стороны, мол, каждый ищет свою выгоду, мы же не обижаемся на турок за то, что они, с одной стороны, ведут с нами активную торговлю, а с другой, не менее активно продают свои байрактары Украине. То опубликованный на днях проект приказа казахского Минфина, предусматривающий возможность запрета на поставку в Российскую Федерацию товаров, попавших в западные санкционные списки, банальным поиском прибыльных вариантов заработка уже не объяснишь. Как сообщает РИА Новости, суть означенного документа заключается в том, что казахстанские власти перестанут заверять электронные счета фактуры на продукцию, подпавшую под санкции, что автоматически лишит ее возможности пересечения российской границы. Пока что в Кремле довольно сдержанно прокомментировали происходящее, заявив, что со стороны Казахстана никаких решений по поддержке санкций против Российской Федерации еще не принималось. Тем не менее, некоторые оргвыводы были сделаны. Как сообщило издание РБК, 5 июля районный суд Новороссийска на основании неких экологических нарушений своим решением приостановил сроком на один месяц работу КТК, Каспийского трубопроводного консорциума с участием Российской Федерации и Казахстана. Стоит отметить, что данный трубопровод является основным каналом экспорта казахстанской нефти. В Новороссийске сырье из КТК отгружается на танкеры, которые доставляют его потребителям. В 2021 году Казахстан таким образом поставил за рубеж около 50 миллионов тонн своей нефти. В ответ на решение Новороссийского суда президент Такаев в четверг заявил, что Казахстан намерен диверсифицировать маршруты экспорта своей нефти и отныне приоритетным направлением станет проложенный в обход территории России транскаспийский маршрут. В общем, очевидно, что отношения между Российской Федерацией и Казахстаном продолжают ухудшаться. По мнению большинства аналитиков, руководство республики взяло курс на усиление взаимодействия с Вашингтоном и Лондоном в ущерб добрососедским и партнерским отношениям с Москвой. Кто бы мог такое представить в январе этого года, когда судьба Такаева и его власти висела на волоске, а в подготовке мятежа и попытке госпереворота официальный Нур-Султан прямо обвинял страны Запада? Собственно говоря, окончательно все понятно с новым казахстанским курсом, а также с откровенной двуличностью нынешнего казахского президента стало еще после высказываний Такаева во время его интервью на ПМЭФ-2022. Помните эти «ЛДНР не признаю», «Благодарить Россию за помощь в январских событиях не считаю необходимым», «Антироссийские западные санкции будем соблюдать» и прочее. С такими «друзьями», как говорится, и «врагов не надо». Но дело даже не в преданных Такаевым российско-казахстанской дружбе и партнерстве. Мы это как-нибудь переживем. Дело в том, что он явно поставил не на ту лошадь, при этом всем своим видом давая понять, что пытается усидеть сразу на двух. Сейчас не те времена, когда подобное двурушничество сойдет ему с рук. Идет война, и тут либо он с нами, либо по факту против нас. А значит и отношение к нему будет соответствующее. Такаевы приходят и уходят. А Казахстан никуда от нас не денется. Ему просто некуда деваться. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть на карту. Субтитры создавал DimaTorzok